ребят всем привет хотел бы вам показать как делает ребенок домашнее задание китайское домашнее задание сейчас катя делают уроки с полиной и я хочу вам показать как происходит у нее домашнее задание то есть как она выполняет домашнее задание этот иероглиф это слово на пенине можно теперь иероглиф пожалуйста пиши иероглиф все учитель присылает нам домашнее задание на вичат и плюс они пишут сами в китайском языке домашнее задание в дневнике это ее дневник вот они пишут здесь домашнее задание это сегодняшний домашний сам ребенок списывает это учитель в личку мне пришло домашнее задание мы сегодня первый день в этом классе она еще только добавила нас в эту группу и поэтому прислала домашнее задание мне в личку домашнее задание присылается на английском языке ну да на английском и на китайском на китайская так вы сейчас делаете домашнее задание какой По китайскому языку делаем домашнее задание. Что за задание, Полечка? Ся написать. Домашнее задание. Ся, 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 ся. По-русски. Это. Вниз. Тай бы ты. Молодец. Домашнее задание сегодня написать четыре иероглифа вот эти. И читать урок двенадцать. А в Пенинксе сайсбук это вот эта маленькая тетрадочка. Здесь они распечатывают и они пишут постоянно здесь каждый день. А, покажи, как проверяют. А вот двенадцатый у нас уже выполнен. Нет, там с оценками, покажи. Вот, все. Ну, здесь проверка, а там у нее все пятерки стоят. Поли, покажи, как пятерки там ставят. Вот буква А, это пять. То есть, если что-то неверное, она не галочку ставит, а исправление. Обводит или подчеркнует. Ну, и оценка, естественно, ниже. Как все неправильно. Ну, да, вот пять с минусом. А, ну, вот пять с минусом, вот, пожалуйста. Ну, ничего страшного. Ну, вот. Давай дальше продолжаем. Что там? Задание еще какое было по-китайски? По-китайскому. Вот, вот, вот. Вот, двенадцатое задание. Это почитать. Это десять, это два. То есть, ребят, вот это надо почитать ребенку. То есть, не надо звучит, просто почитать. И бывает иногда, учителя просят наговорить, новичат им, именно как они читают данное задание. Произношение. Да, произношение. То есть, именно ударение все эти. У Полины уже выполнено это домашнее задание. Да. Она его в школе выполнила. То есть, осталось нам только прописать эти четыре иероглифы и все. Ну, обычно к нам приходит соседка, которая занимается с Полиной китайским языком. Они еще дополнительно пишут диктант с ней. Вот эти все иероглифы, которые она проходит, они здесь в конце книги все есть. Учительница говорит на английском, да? Учительница говорит на английском языке. Со мной, с Полиной она разговаривает только на китайском. На китайском. Если Полина что-то недопонимает, она зовет маму, да, объясняет на английском, и ты поправляешь. Я не поправляю на самом деле. Они понимают друг друга практически все. Один раз была просто такая ситуация, когда учитель не смогла объяснить ей времена года. То есть, она ей по-китайски пытается объяснить осень. Это говорит осень. Она не знает, как ей сказать, потому что она только по-английски, по-китайски может говорить. Она позвала меня и говорит, вот это означает осень. И я Полине просто с английского на русский перевела, она все поняла. Я, тайцова. Аккуратно. Полина учится очень хорошо. Она всегда очень старательно выполняет домашние задания. И вообще учителя в школе отмечают, что Полине интересно учиться. То есть, не просто как бы ей нравится находиться в школе. Ей интересно получать знания. Вот, что нам, в принципе, очень приятно. Домашние задания по математике сделали? Домашние задания по математике, ты знаешь, там не очень-то понятно, что надо делать. Но мы что-то поделали. Ну, я спросила у учительницы, какое домашнее задание по математике по английскому. Она мне пока не ответила еще в чате. И-ка. 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 А по-русски? Раз. Раз. Штука? Нет. Один. Один. К. Одна штука. Одна штука. Когда считаешь, допустим, один, два, три, четыре, пять, да? Угу. Ну вот, если ты хочешь сказать, что одна штука или два штука, или три штука, то добавляешь г. Той бы ты. Угу. То есть, допустим, один это будет и-ка. Той бы ты. Угу. Лян-ка. Лян-ка, сан-ка, сока, у-ка, лё-ка, чика. ну ладно пиши скажи ребятам нравится тебе учиться в канадской нравится а что тебе больше всего нравится в школе там друзья там школа китайских друзей много у тебя есть да а в новом классе ты сегодня была были друзья познакомились с кем-то новая девочка ну я с ней уже дружила в другом классе встречалась да и она моя подружка она оказывается учиться и ты и мы с ней подружки классные очень она китаянка да она мне еще там обнимала и мне качала как маленькая лядечка да он большая стиль сильно но нет похоже на шоколадка на шоколадку похоже прикольно тебе сложно домашнее задание делать но тебе хочу тебе сказать что ты легко делаешь домашнее задание нам никогда не сложно тебе сказали домашнее задание делать и сразу идешь до молодец все это говори ребятам напишу как это это мы наша русская но это не русская мы и что это т прописью да да прописью ты а это в русском языке нет такой это и русском языке а это нет такой русском языке этом английском языке буква n означает а это китайский всем пока подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем пока пока я тут напишу подписчики чтоб смотрели нас еще где-то тут напишу миллион миллион подписчиков и ставьте лайки пиши давай все пока